МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сходить в аптеку и не разориться? Клиенты, конечно, приходят, жалуются, что цены высокие. Сезон простуд в разгаре, а мы разберемся, кто назначает цены на препараты и помогут ли аналоги, а также обсудим другие популярные вопросы. А не шагает по картинам? Это твой внутренний мир, это так, как ты его видишь. Экспозиция, которую составляют изображения птиц и животных, что хотели сказать художницы в своих работах и о чем говорили с детьми, пришедшими на выставку. Чтобы не случалось трагедий. Выезжает на встречную полосу, думает, что успеет, но, тем не менее, происходит трагедия. День памяти ДТП отмечали в каждом городе Юго-Востока. А что было на акции в Бавлах? В эфире новости Юго-Востока. Здравствуйте, в студии Елена Золотарева. Сколько стоит больничный в Альметьевске? Цены в аптеках больно бьют по кошелькам жителей города. Некоторые оставляют в них по назначению врача до 7 тысяч рублей, приобретая лекарства по рецепту. А кто-то вынужден ежемесячно вкладывать деньги из своего бюджета в кассу аптек. Виноваты ли в этом фармацевты и заменяют ли дешевые аналоги оригинальные препараты, в своем обзоре расскажет Елена Бауэр. У меня льготные лекарства, я их получаю бесплатно. Но не все альметьевцы получают лекарства бесплатно. Как выяснилось, для большинства поход в аптеку занятие затратное. Этой жительнице города приходится оставлять там до 8 тысяч рублей ежемесячно. Виной всему хронические заболевания. Коленки проблемы, хондропротекторы очень дорогие. Их надо длительное время принимать. Например, 20 дней уколы, а потом минимум полгода, сказали, на табликах нужно сидеть. Если верить сайту интернет-аптеки, то одни из самых популярных лекарств этой группы действительно не дешевые. Упаковка, рассчитанная на курс, в ней 200 капсул. Она выходит больше, чем на 4 тысячи рублей. А если покупатель не может сразу оплатить лечение на несколько месяцев и приобретает упаковки, в которых 100 капсул, то переплатить за 2 придется около тысячи. Тогда цена курса лечения обойдется в 5 тысяч с лишним. Но не только хронические заболевания приводят альметьевцев в аптеки. Больничный тоже может оказаться недешевым удовольствием. Ну вот, мы больничные все. Цены, да, большие. Сколько, примерно, с неспех потратили по рецепту врача? Общий, не можете назвать? Ну, около семи, наверное. Семи тысяч? Суммы немаленькие. Мы решили проверить во всех ли аптеках так дорого. Для эксперимента выбрали три коммерческие аптеки разных сетей. Выяснилось, что цены на противовирусные для взрослого почти не отличаются. В двух аптеках их можно приобрести от 500 рублей, третий дороже – от 600. Растворимые порошки от жара и других симптомов 10 пакетиков стоят примерно 400 и 300 рублей. Сосудосуживающие капли для носа во всех трех сетях стоят около 200 рублей. В одной из аптек нашли леденцы от боли в горле за 167 рублей. Цены, с которыми встречается покупатель, устанавливают не фармацевты. Клиенты, конечно, приходят, жалуются, что цены высокие. Но ценники и цены, конечно, они мы формируем. Офис присылает нам цены и формирует их. Мы единственное, что делаем, это ставим эти цены и, соответственно, меняем. Чтобы сэкономить, некоторые альметьевцы выбирают так называемые дешевые аналоги, основываясь на рекомендации врачей. Они говорят, что аналоги не хуже, не хуже. Цена зависит от производителя. Вот так они объясняют. Поэтому я тоже иногда стараюсь приобретать аналоги. Но фармацевты не всегда разделяют эту точку зрения. Клиенты любят спросить аналоги, но я как специалист не советую это делать, потому что оригинальные препараты доказаны лучше. И сами же клиенты, которые пробовали оригинальные препараты, они говорят, что разница есть и существенная. Оригинальные препараты, как правило, в несколько раз дороже аналогов. Как говорят специалисты, это связано не только с основным действующим веществом, но и с вспомогательными. Именно от их качества зависит, как хорошо себя проявит активный компонент. А в результате нашего эксперимента выяснилось, цена лечения от сезонных ОРВИ начинается в Альметьевске от полутора тысяч рублей. Елена Баурова, Нурзалятов, Новости Юго-Востока. В Альметьевском городском суде вернулись к рассмотрению дела главного архитектора города. Напомним, впервые стороны встретили в зале в феврале этого года. Спустя почти полгода разбирательств судья вернула дело в прокуратуру на доследование. Уже осенью участники собрались вновь. Сейчас на повестке дня сторон очередной круг допроса свидетелей и потерпевших. Стороны вновь встретились в зале заседаний. На этот раз должны были допросить свидетеля и потерпевшего. Последний, один из городских предпринимателей, который на период первых судебных стяж покинул страну и на заседание не являлся. На этот раз он утверждает, что уехал в отпуск. Стороны сошлись на том, что вопросы к бизнесмену есть как у защиты, так и у обвинения. Гособвинитель добавил, что потерпевший не отвечает на телефонные звонки. Он уведомлен, разумеется, что у него заседание однако по неизвестной причине не являлся соответствующий рапорт. Предварительное следствие, которое в итоге продлилось полгода, началось прошлым летом. Обыски, допросы, избрание меры пресечения. И в феврале 2023 года участники встретились в зале суда. В обвинительном акте значатся два преступления. Воспрепятствование законной и предпринимательской деятельности, первая часть 169-й статьи, и три части 290-й статьи Уголовного кодекса, получение взятки. Один из эпизодов в крупном размере. Уголовное дело разрослось до шести томов, и опрос только заявленных свидетелей занял несколько месяцев. На четвертый месяц разбирательств в процесс подошел к тому, что суд должен вынести решение. И в итоге все закончилось тем, что материалы направили в прокуратуру с формулировкой для устранения препятствий его рассмотрения судом. Пострадавшего предпринимателя касаются как раз два первых вмененных городостроителю вину эпизода. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и один из предполагаемых случаев получения взятки. Сотрудники городской прокуратуры должны обеспечить его явку на одном из следующих рассмотрений. Пока заседание перенесли. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. И напомню, что новости могут быть всегда под рукой, прямо на вашем смартфоне. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, добавляйте загладки с сайта. Это позволит быть всегда в курсе самого интересного. События там освещаются оперативно, подписывайтесь. И также вы можете предложить тему для сюжета. Для этого нужно написать нам в WhatsApp. На сегодня еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем далее. Они шагают по картинам. Экспозиция, которую составили изображения птиц и животных, что хотели сказать художницы в своих работах и о чем говорили с детьми, пришедшими на выставку. Чтобы не случалось трагедии, День памяти ДТП отметили в каждом городе Юго-Востока, что было на акции в Бавлах. В Заянском Крывечевском музее состоялось открытие выставки «Они шагают по картинам». Свои работы представили художницы Елена Курносова и Наталья Петрова. Гостями встречи стали дети из местной школы. На картинах художников дети, животные и птицы Елена Курносова и Наталья Петрова часто в своих работах объединяют эти два мира – мир человека и живой природы, чтобы подчеркнуть всю беззащитность и всеобъемлющую любовь, открытую для всех. В качестве зрителей были приглашены участники младших классов школы номер один, которые получили возможность не только посмотреть работы мастеров, но и задать им свои вопросы. Хотелось поблагодарить детей за то, что они участвовали в этом конкурсе, за то, что они свою частичку, своей доброты они привнесли в этот мир, для того, чтобы он стал чуточку добрее. Незадолго до открытия выставки для детей был объявлен конкурс не картин, а пока только рисунков, чтобы дети начали приобщаться к живописи. Конкурс назвали мы в ответе за тех, кого приручили. Его главной целью стало научить детей любить природу и отображать это в своих работах. Понимаешь, это твой внутренний мир, это так, как ты его видишь. И то есть я бы тебе очень советовала не бояться этого. То есть поначалу, да, мне тоже было страшно, то есть ну как я вот принесу картину, вроде взрослая тетенька. Вот итог. То есть это надо показывать. Художники Наталья Петрова и Елена Курносова частые гости в Краевеческом музее. Это далеко не первая выставка их работ. Для последнего мероприятия к участию привлекли и детей, которые представили на конкурс более 20 работ. Победители определили в нескольких номинациях, подарили подарки, вручили дипломы. Спасибо, конечно, всем нашим юным художникам, которые сделали свой первый шаг. И надеюсь, что когда-то вы тоже будете получать выставку, у вас уже в стенах музея. Дети в знак благодарности устроили для художников небольшое представление. Елена Мавлина, Денис Сипатов, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. По вине пьяных водителей на дорогах Альметьевска с начала года произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В них один человек погиб и 16 пострадали. Госавтоинспекция обращает внимание, что нетрезвый водитель представляет угрозу всем участникам движения в любой местности, будь то город или загородные трассы. Чувствуете себя в безопасности на дорогах Альметьевска? Да, в принципе, да, по сравнению с Турцией, допустим, с Истамбулом, да. Почему именно такое сравнение? Ну, потому что там не чувствую совсем. Один из факторов, который не дает почувствовать себя до конца в безопасности всем участникам движения, так это любители нетрезвой езды. В госавтоинспекции города Альметьевска было выявлено 472 водителя в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица прохождения медицинского освидетельствия на состояние опьянения водителю грозит штраф. Плюсом к денежному взысканию в 30 тысяч рублей пойдет и лишение прав максимум на два года. Самые непонятливые периодически оказываются в зале суда. Самая распространенная статья в их случае первая часть статьи 264.1 Уголовного кодекса. За повторное нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, лишение права управления на три года и штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательная работа до 480 часов или принудительная работа на срок до двух лет. В самых запущенных случаях, когда автомобилист совершает правонарушение с непогашенной судимостью, в ход идут санкции второй части статьи 264.1. Сулят они перспективы попрощаться свободой на три, года и с правами до шести лет. За 10 месяцев 2023 года в Альметьевском районе по вине пьяных водителей произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб, и 16 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. И еще по теме. В Бавлах прошла акция в честь Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий. Он отмечается ежегодно в 3-е воскресенье ноября. Госавтоинспекция в этот день еще раз напоминает участникам дорожного движения о правилах. Ежегодно на территории Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 27 тысяч человек. Просто представьте, что каждый год погибает население небольшого города. На центральной площади Бавлов собрались учащиеся городских школ и аграрного колледжа. Молодые бавлинцы держали в руках ломбадки со свечами, ведь автомобильные катастрофы остаются одной из самых частых причин смерти в мире. С начала текущего года в Бавлинском районе в ДТП погибли 5 человек, а 19 получили ранения. Мы сами стараемся соблюдать правила дорожного движения и хотелось бы, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, как и водители, ну и как и пешеходы. Я считаю, что данные мероприятия очень важны, чтобы все соблюдали правила дорожного движения и ходили все аккуратно. Когда мне исполнится 18 лет, и я получу права, я буду ездить аккуратно и следовать всем правилам дорожного движения и учить, показывать пример тем, кто этого не знает. Перед участниками мероприятия выступили приглашенные гости, среди которых начальник госавтоинспекции по Бавлинскому району Азат Мухамедшин. Также о правилах безопасной езды будущим водителям напомнил руководитель Бавлинского картинг-клуба «Пегас» Максим Алаев. Мы всегда воспитанникам своим и их родителям объясняем, что дороги общего пользования предназначены только для передвижения автомобилей по правилам. Там нельзя показывать свое мастерство, свою крутость. Все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Организаторы акции выразили надежду, что смогут привлечь внимание общественности и каждый из водителей будет строго соблюдать ПДД. А пешеходы носить светоотражающие элементы на одежде, особенно в осенне-зимний период, когда на улице быстро темнеет. Все, кто неравнодушен, все, кто узнал о том, что сегодня будет проходить эта акция, пришли сюда на площадь для того, чтобы почтить память тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях. Цель – привлечь внимание общественности. Нам бы хотелось, чтобы каждый водитель, даже каждый участник дорожного движения, и пешеход, и пассажир, всегда помнили о соблюдении правил дорожного движения, чтобы они думали всегда о безопасном поведении на дороге, чтобы это было всегда каждый выход на улицу или переход проезжей части всегда заканчивался позитивно. Мария Кондаурова была от меня. Зов новость Юго-Востока. Если смотрите нас в интернете, пишите в комментариях, понравился ли выпуск, делитесь пожеланиями и предлагайте темы для сюжетов. Нам очень важна обратная связь. На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова